Гоу, ты карточку. Кроватник. О, Валя. Еще что-то. Ого, массивненько. Ваша Мария здесь снылась, а вы в Барселоне. Фу, я даже читать не могу, я уже так устала, если честно. Мне больше ничего не надо, я хочу кровать. Нет, помыться и кровать. А-а-а, какие милашки. Мини-мылка. Это так, Валя, два шайковских пальца помыть. Здесь ли он моется, я бабась типа карточку. Опа. Я в потере, я там, Катя! Кроватка! О, ха-ха-ха! Что это вымыло, оно и мозг, конечно, классно. Барселонское прекрасное утро, тепло, отлично. О, масло, наверное. Надо мясо, наверное. Нет, я еще за тарелкой приду. А мы можем, допустим, его взять, а потом его? Я не знаю. Да не надо так делать. Или перемешали, я пошел. Надя, нет, кричит на меня. Сегодня будет скромно. Дожжовуйте, давайте свои бутерброды. Мы ж сюда не есть и приехала в Барселону дивиться. Барселона разом зі своими численными околицями розділена на шість транспортних зон. Центр Барселони, який, власне, найбільше цікавить туристів, під номером один. Один квиток на будь-який вид транспорту коштує 2,15 євро, але вигідніше купляти проїзний Т-10. Економія складає цілих 11,5 євро. Славетна Саграда де Фамія знаходиться прямісінько біля станції метро з аналогічною назвою. На перетині лінії Л-2 фіолетова та Л-5 синяя. Як Ейфелева вежа для Парижу, так Саграда фамілія для Барселони головна фішка. Тож говоримо Барселона, а чуємо Саграда. Емоції, конечно, сразу бых-бых. Круто, если честно, да. Такое не видел никогда. Прикольно. Реально есть че поразглядывать. Тут вроде бы и ящерицы, а там святые. Бредятельно, но прикольно. Я никогда не могла подумать, что стоять и смотреть на церковь, можно убить на это 2-3 часа и реально получить моральное удовольствие. Ну, это бимба. Казать, что ця споруда незвична, это не сказать ничего. Мало того, что ее формы мало нагадают звичные для нас храми. Это еще наибольший довгобуд у света. Над зведением Сагради працюють уже, увага, 150 роков. Какая-то еще так долго, блядь? Не знаю. Тут написано, что Гауді строил этот храм 40 лет, но погиб под колесами трамвая, так и не закончил строительство. Единое, что встиг сбудовать сам маэстро до своей смерти, ось ци, так би мовити, ворота. Гауді не видела острые углы, а образцом совершенства для него было коренное яйцо. Если посмотреть до четырех верш собора, то и справді не найдешь жодного прямого кута, лише округлі форми. Дійсно, как из яйца написано. Конечно, желание было зайти туда, но очередь была огромная. Щороку це творение Гауді відвідуют близко трьох миллионов туристов. Но есть секрет. Если вчасно купить электронный квиток, можно уникнуть черги и просто прийти до храма у назначенную квитку час. Квиток с экскурсоводом коштует 13 евро. Катя, хотя и новачок у бюджетном туризме, но сразу же понимала, что до чего. Абсолютно бесплатно подмазались к чужим туристам и даже подслушали историю. Почему такси черно-желтый? А знаете почему? Памятаете, Катя читала, що Гауді збив трамвай. Любить ему подвижение, они даже не знали, что это именно Гауді. Всего, я посмотрела на корика, сказала, что он нищий или нечем будет мне заплатить. Развернулся и уехал. От не видно. Але як це повязано с такси? Чёрный цвет – это цвет травмы за смерть Антоніу Гауді, а жёлтый цвет – это цвет позора, за то, что он оказался отвести великого архитектора и спасти ему. Как сказал бы любитель яець Гауді, час закруглятися. Попереду ще багато міст, які треба відвідати. Ну от, наши герои вже знайшли щось вартою уваги прямо за рогом. Шли вокруг этого собора. Тут, пожалуйста, музей Барселоны. Всё бесплатно. Заходите, смотрите. Очи палають. Голова поморочиться. Валентина, тримай себе в руках. А ну, входьте. Блин, только я с этим пакетом вечно, блин. На, забери пакет. Видно, все футболи. Обязательно зайдите в маленький музей Барселоны. Барселона. Зазвичай хочется скупити усе. Але пам'ятайте, у офіційних магазинах ціна найвища. Тим більше, це лише перша точка довгого дводенного маршруту. На перший день в наших героях заплановлено. Вивчити головну пішохідну вулицю Барселони, що зветься Рамбла та її численні закуточки. І дійти до славетних золотих пляжів Барселони та побачити море.